Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» с главными событиями дня. Вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Сегодня глава Чувашия встретился с финалистами шестого всероссийского конкурса «Смотра строя и песни». Призовые места удалось занять сразу трем кадетским классам из Вурнарского, Маргаушского и Красночитайского районов. Какие испытания пришлось преодолеть в Москве и что значит быть кадетом? Об этом ребята рассказали Михаилу Игнатьеву. Подробности в следующем сюжете. Насколько непросто ковалась победа в войне, все они понимают прекрасно. Кадеты говорят, что подвиг прадедов для них – пример настоящего героизма. Мой прадед со стороны отца Николай Михайлович Данилов на войне был разведчиком. Он участвовал в битве под Сталинградом, а на Курской дуге был ранен. После лечения в госпитале он снова воевал. Войну закончил в Германии. Я хорошо помню другого своего прадеда со стороны матери Семена Дмитриевича Тимофеева. Он родился в 1924 году в деревне Ежике и Красночитайского района в семье крестьянина. В августе 1943 года его забрали на фронт. Первые бои, в которых он участвовал, были в Смоленской области. Он был ранен под духовщиной, лечился в госпитале. Роман Карпов и его одноклассники одерживают победу во всероссийском смотре строя и песни уже в третий раз. В копилке команды есть и другие награды. Ребята занимали первые места на республиканской спартакиаде до призывной молодежи и чемпионате военно-прикладного многоборья. Немало медалей и в активе кадет из Маргауш. Призовое место школьники завоевали и на фестивале марш победителей. В средней возрастной категории мы заняли первые места во всех номинациях. В военно-патриотическом направлении мы участвуем на различных кадетских конкурсах. Ежегодная осенняя, а сейчас весенняя поверка. Фестиваль нам этот мир завещено беречь. Ежегодный кадетский бал. Но одержать победу было непросто, признаются кадеты. Ребятам предстояло продемонстрировать строевую подготовку, приемы рукопашного боя. И то, насколько умело они обращаются с автоматами. Чувашские команды завоевали высокие баллы, обойдя конкурентов из Казани и Москвы. На это смотрят другие сверстники, соответственно, школьники, студенты. Им тоже хочется брать пример с вас. И они тоже стремятся, чтобы стали победителями. Я хочу выразить слова благодарности за то, что кроме учебы еще занимаетесь вот этим вопросом возрождения национальной нашей традиции, сильной традиции патриотического духа, военно-патриотическое воспитание. Многие выпускники после того, как были кадетами, становятся нашими военнослужащими. Поддержка кадетского движения в республике продолжится, отметил Михаил Игнатьев. В регионе создано более 80 военно-патриотических классов. Летом этого года они вновь отправятся на игры «Зорница и Орленок». Глава республики рассказал, что в юности и сам выезжал на сборы кадет. Было интересно и полезно. Спасибо. Приглашаем вас посетить эти игры в этом году. Но в ближайшие годы в столице республики откроют новую кадетскую школу. В ее стенах будут обучать только лучших из лучших. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. В Москве прошел прием по случаю визита в Россию премьер-министр Японии Синза Абе. В дипломатическом вечере принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. На торжественном ужине говорили о выстраивании отношений доверия. В ходе приема представители российских и японских деловых кругов заключили порядка 30 соглашений. Обсудили перспективы развития экономического сотрудничества. Подписано 28 соглашений и в рамках именно этого ужина в этом формате состоится обмен соглашениями. И таким образом мы договоримся о том, что мы их реализуем. Выстраиваем атмосферу доверия. Мы достигаем взаимовыгодных договоренностей. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в ходе официального приема провел ряд неформальных встреч с представителями японских деловых кругов. Напомним, что между Чувашией и Японией налажено эффективное взаимодействие. Совместно с японской компанией Fujikura Automotive в республике построен завод по производству жгутов кабелей для автомобилей. Сейчас нашу продукцию покупает концерн Volkswagen. В Чувашии также открыто и успешно функционирует представительство японской компании Yamazaki Mazak. Одного из лидеров по производству высокотехнологического металлообрабатывающего оборудования. Внешний торговый оборот Чувашии с Японии в начале 2017 года в 5,5 раз превысил показатели прошлого года. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Завтра день государственных символов Чувашской республики. С того момента, как были утверждены, ныне действующий герб, флаг и гимн прошло 25 лет. В художественном музее состоялся круглый стол и открылась выставка, на которой можно проследить всю историю становления чувашской государственности в символах. До революции у Чувашии не было собственного герба и других символов, поскольку не было и самой Чувашии как административно-территориальной единицы. Лишь в 1926 году были утверждены герб и флаг, созданные художником Петром Мартенсом. Впрочем, просуществовали они недолго. Уже в 1938 их упразднили и создали новые на основе герба и флага РСФСР, добавив к ним надписи на чувашском языке. К вопросу о собственной государственной символике вернулись лишь в начале 1990-х. После принятия Декларации о суверенитете Чувашии был объявлен конкурс на лучший эскиз герба и флага. Это была непростая работа, поскольку, во-первых, было очень большое количество наших депутатов. В нашем Верховном Совете тогда было 200 депутатов. Найти консенсус, взаимопонимание, согласие, единое мнение было очень сложно. Даже получить большинство бывало достаточно сложно. Во-вторых, на конкурс было представлено очень большое количество работ. Примеры можно сказать, что итоги первого этапа конкурса, который подводили в 1991 году, шестерых, по сути, победителей обозначили. В результате победили эскизы, разработанные художником Ильей Юрьевым на основе национального орнамента. Одновременно выбирали и государственный гимн. Мнения разделились между песнями «Алран Кайми» и «Таван Сержив». После долгих споров голоса склонились в пользу последней. Вот само вступление, уже можно дальше не играть. Вот это сыграть можно вот так. Это уже подчеркивает мощь дух. И мазмах. Торжественность такая, великая. С тех пор прошло 25 лет. Государственным символам в Чувашии по-прежнему относятся с огромным уважением. Проявлением патриотизма можно считать и тот факт, что большинство муниципальных образований и сельских поселений у нас имеют свои гербы и флаги. Каких только героидических символов не появилось за эти годы. Но главными для нас были и остаются древо жизни и три солнца над ним. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. 25-летие государственных символов Чувашии отмечали сегодня по всей республике. По этому случаю в центре столицы состоялся массовый флешмоб. Несколько сот чебоксарцев вышли на площадку перед монументом матери-покровительницей, чтобы сотворить из листов формата А4 государственный герб республики. Разглядеть его можно было только с высоты. Мы пришли сюда не первый год. Мы уже принимаем участие в этом флешмобе третий раз. Мы любим очень свою Чувашскую республику. К акции присоединились учащиеся чебоксарских учебных заведений, госслужащие и просто небезразличные люди. Патриоты своей родины. На протяжении всего действия звучал гимн республики. Подробнее о том, как создавались государственные символы Чувашии, смотрите в программе «След в истории», которая выйдет в эфир 29 апреля в 17.30. Майские праздники должны пройти спокойно. Правоохранительные органы в эти выходные будут дежурить в усиленном режиме. Сегодня глава Чувашии напомнил, что охрана общественного порядка является первостепенной задачей властей. Как в республике пресекают правонарушения, обсуждали на очередном коррозационном совещании. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Количество уличных разбоев и краж в республике снижается. И это, говорят в МВД, результат действия программы «Безопасный город». Большой брат продолжает расти за улицами районов в режиме онлайн. Сейчас следят более 2,5 тысяч видеокамер. В столице республики под постоянным контролем находятся школы, детские сады и дворы. В систему «Безопасный город» включено 2156 камер. Из них 710 видеокамер в муниципальных образовательных учреждениях, 232 купольных стационарных, 25 кнопок экстренной связи гражданин-полиция, 29 видеокамер сторонних организаций. Ну и самое большее количество камер – это камеры на квартирах, домах, подворовых территориях. Правда, в ряде муниципалитетов программа «Безопасный город» буксует. В бюджетах многих районов на развитие комплекса заложены мизерные суммы. В этом году увеличены финансированные мероприятия по развитию АПК в двух городах – Чебоксары, Алатарь и в трех районах – Батревский, Канарский и Ячевский. В то же время в 17 территориальных районах наблюдается уменьшение финансированного развития АПК. Так, в Новочебоксарске в прошлом году было выделено 2 миллиона 973 тысячи рублей, в этом – 1 миллион 270. И такие города Канарш, Шумерли, Вурнавский, Комсомольский, Марпасарский и другие районы. Глава республики отметил, что властям на местах необходимо пересмотреть программы развития комплекса. Количество видеокамер в районах должно увеличиваться и дальше. Ведь это гарантия безопасности. Не менее важная задача – противодействие криминалу среди несовершеннолетних. Члены Координационного совета считают, что сложнее всего поставить на правильный путь подростков, которые уже отбывают наказание в колониях. За 2016 год в преследнии списочных действий в 12 несовершеннолетних, подозреваемых обменяемых осужденных, содержащихся в СИЗО номер 2, допущено или зарегистрировано 2400 нарушений режима содержания. Вызывает вопрос и опасение тогда, когда с Новоскольской, допустим, колонии несовершеннолетние девочки при достижении 19 лет переводятся во взрослые колонии. То есть они фактически прошли этап воспитательный в очень хороших условиях, но переводясь на территорию республики в возрослую колонию, к сожалению, пока не вижу приоритетов, как они отделяются и в каких условиях они продолжают содержаться. Серьезного вмешательства требует и другая проблема. В регионах страны увеличилось количество сирот. Причем некоторые родители эффективно отказываются от своих детей, назначая опекунами бабушек и дедушек. Их цель – получить государственные пособия. Дети живут с родителями же, но официально оформлено, родительское право лишено, неофициально на родителей оформлено, но при этом они проживают, ну, биологическая же мама и, соответственно, нормальный же образ жизни ведут. Такие факты они вот выявлялись и, соответственно, разбирались по каждому факту. В реальной жизни, соответственно, принимается решение, потом они вместе живут после получения квартиры. Такими случаями мы сталкивались. Ситуацию необходимо проанализировать детально. Мошенники должны ответить перед законом. Дмитрий Ковалев, Елизавета Зайцева, Александр Петров. Республика. Год назад новым министром внутренних дел почувавший стал Сергей Нияскин. Как работает правоохранительная система сегодня, он рассказал журналистам за чаем. Насколько хорошо работает полиция решать жителям республики и СМИ. С этих слов министр начал пресс-конференцию. А чтобы журналистам было легче об этом судить, привел следующие данные. В 2017 году от населения не поступило ни одной жалобы на то, что не смогли дозвониться в полицию или на некорректное обращение. Этому поспособствовало увеличение штатной численности дежурной части Чебоксарского управления и двух отделов. Ежедневно дежурной частью ОМВД по городу Чебоксара отрабатываем в среднем 250 сообщений от граждан. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений за первый квартал 2017 года составила почти 80%. И это лучший результат среди регионов Приволжского федерального округа. В перечне самых резонансных дел последнего времени – распространение наркотиков, подделка денежных купюр, завоз контрафактного алкоголя, сбыт опасной для жизни незамерзающей жидкости, в составе которой был ядовитый метиловый спирт и мошенничество. Одним из показателей примеров борьбы с мошенничеством является уголовное дело, возбужденное в июле 2015 года в отношении двух жителей города Чебоксара, которые шлят незаконные деятельности по принципу финансовой пирамиды. В рамках исследования возбужденного уголовного дела в основном более 900 потерпевших, сумма причиненного ущерба состояла около 160 миллионов рублей. В целом за три месяца 2017 года уровень преступности сократился, в том числе и от таких преступлений, как убийства, разбои, грабежи. Настоящую проверку на прочность пришлось выдержать сотрудникам ГИБДД в Чебоксарах. Они подверглись атаке цыганского табора. Со слов очевидцев, все началось, когда один из инспекторов остановил для проверки автомобиль в самом центре города. Перевозимый груз вызвал вопрос у сотрудников полиции. Через несколько минут автопатруль был атакован толпой разъяенных женщин. Шум цыганами был поднят такой, что понадобилась помощь дополнительных экипажей. Сегодня в Чебоксарах посадили саженец легендарного сталинградского тополя. В середине 42-го года фашистские войска подступили к Сталинграду. 200 дней и ночей продолжались кровопролитные сражения. Город превратился в руины, особенно его центральная часть. Но в этом пепелище каким-то чудом уцелел тополь, который и по сей день стоит в сквере центральной площади Волгограда. Саженцы получены от знаменитого тополя, а теперь будут расти в 17 регионах России, в том числе и в Чувашии. Этот саженец – потомок знаменитого Волгоградского тополя, который выставил в одном из самых кровопролитных сражений в истории человечества – в Сталинградской битве. Весной 1943 года после освобождения города израненное пулями и осколками дерево вновь зацвело, став символом победы. Сталинградский тополь – это безмолвный свидетель нашей истории, живой символ жизни и стойкости. И нам очень приятно, что Чувашия, как и 16 других регионов России, согласилась принять участие в акции нашей компании, чтобы продлить жизнь Сталинградскому тополю. В Мурманской, Нижегородской, Пентинской, Омской, Кемеровской областях, в республиках Карелия, Мордовия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Чечня, Тыва и, конечно же, в Чувашии на днях высадили саженцы, выращенные в пробирке, а затем в ботаническом сходу Волгограда из кусочков знаменитого тополя. Организатором этой акции выступила компания МТС, но главными героями события стали ветераны – участники Сталинградской битвы. В Чувашии тополь победы посадил 98-летний Алексей Яковлев. То, что дерево выжило в таких условиях, бывшего танкиста не удивляет. Небывалую силу и стойкость тогда приходилось проявлять всем. В конце войны и в 43-м, и в 44-м уже мы верховодили. Мне добавили новейшие танки. Даже у нас не было до 43-го года. Танковая печка. У немцев были в 42-м году появились. Танковая печка. Танки, если сидишь, замерзнешь там. На воле лучше. А там броня. Очень сильно накаляется холодом. Жизнелюбие и желание творить ветеран сохранил до сегодняшних дней. Но наблюдать со стороны он не привык. Сколько деревьев посадил за свою жизнь, уже и не помнит. После войны в родной деревне в Шумерлинском районе вырастил целый сад. Все, уже житель первый есть. Вот, жив на себе. Молодцы. Бабочки, дай Бог. И рядом с этим тополем Алексей Алексеевич надеется, появятся новые саженцы. А самое главное, к тополю победы будут приходить дети и внуки тех, кто остался под Сталинградом. И через десятки лет он будет напоминать молодому поколению о событиях и героях Великой Победы. Надежда Яковлева, Игорь Зверев, Республика. Кулинарные эксперименты. В Чебоксарской гимназии номер 2 решили разнообразить школьное меню. Попробуй и проголосуй. Родители и старшеклассники дегустируют новинки меню. На выбор около 40 видов блюд и напитков. Котлеты с тыквой и кабачками, овощные салаты, булочки с корицей, мясо с ананасами, ватрушки с бананами. Такому ассортименту можно позавидовать. Все разрабатывали по энергетической ценности, где учитывается калорийность, белки, жиры, углеводы. Чтобы было питательно, вкусно. И главное, чтобы здоровая пища была наша вечно. Во второй гимназии школьное меню часто пополняют новыми позициями. Поэтому некоторые блюда ребятам не в диковинку. Но школьников все-таки смогли удивить. Наши повара и крестобрали. Добавили другие ингредиенты, чтобы мы стали друг друга вкуснее. В ближайшее время в школьный рацион ведут часть понравившихся блюд. Остальные появятся уже в новом учебном году. Повара обещают, что все будет вкусно, а главное – полезно. И к тому же недорого, цена обеда не изменится. 1 мая в день весны труда в столице Чувашии пройдет праздничное шествие. Национальное телевидение Чувашии организует прямые включения с первомайской демонстрацией. В прямом эфире зрители национального телевидения увидят шествие, услышат комментарии участников. Для транспорта центр города перекроют. Продлится ограничение с 7 часов утра до часу дня. Согласно постановлению Алексея Ладыкова, в это время будут перекрыты 8 центральных улиц и площадей столицы республики. При этом до 9 утра это ограничение не будет распространяться на общественный транспорт. С 9 до 9.30 по центру можно будет проехать на троллейбусе, а потом дорогу перекроют абсолютно для всех. Национальное телевидение сегодня предоставило эфир юным журналистам со всей России, участникам международного фестиваля юношеских СМИ «Волжские встречи», который открылся сегодня в Чебоксарах. Ребята из Мурома, Домодедова, Екатеринбурга, Иркутской области рассказывают о том, что интересно современным подросткам и почему они увлекаются журналистикой. Особые гости фестиваля – школьная студия телевидения «Чикаго». Американцы рассказали, с чем ассоциируют нашу страну и наш город, про то, чем увлекаются молодые американцы, как они относятся к людям с ограниченными возможностями здоровья. Обо всем этом смотрите в программе «Акелбупся» сразу после нашего информационного выпуска. Национальное телевидение «Чувашия» запускает новый образовательный проект «Детский телесад». В программах вы узнаете все о современном детском саде от питания до воспитания. Премьерный выпуск посвящен вариативным формам обучения, где в Чебоксарах можно отдать ребенка в детский сад на выходные. Что такое консультационные центры и как можно развивать детей, которым меньше года. Ответы в программе «Детский телесад» в эфире Национального телевидения «Чувашия» 29 апреля в 17.00. Инфолинку 20 лет. Крупнейший телеком-оператор отпраздновал юбилей, организовав большое шоу для своих абонентов и жителей города. О праздновании юбилея смотрите далее. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире Национального телевидения «Чувашия». Тысячи абонентов, приложения для просмотра телевидения, социальные проекты, в том числе собственный IT-форум. За 20 лет Инфолинк вырос из пейджинговой компании ведущего местного телеком-оператора. Началось все в 1997 году. Останавливаться на достигнутом компания не собирается. Наше основное преимущество на рынке – это то, что мы очень близки к клиенту. Наши менеджеры, наши девочки, они всех клиентов практически знают в лицо. Свой 20-летний юбилей Инфолинк отметил довольно необычно. Вместо круглых столов и обсуждений итогов – танцплощадка в стиле 90-х и конкурс красоты. Таким образом, компанию представили молодые девушки, наиболее успешные в социальных сетях. У каждой из них количество подписчиков в Инстаграме, в Фейсбуке и ВКонтакте оценивается тысячами. Номинацию получили все. А вот главный приз достался только одной из них. Но основным событием юбилея стал концерт «Акулы». В компании отметили, что ради него стоило перенести основной праздник с февраля на апрель. Евгения Фандеркина, Олег Цыпленков, Республика. Если вы решили сделать ремонт, тогда отправляйтесь в торговый дом «Юрат». Компания располагает собственными торговыми и складскими комплексами, что позволяет удовлетворить любые запросы покупателей. Сегодня мы решили посетить четвертый корпус торгового комплекса. Он представляет собой три этажа. На первом этаже представлена керамическая плитка, мозаика, керамогранит, а также сухие строительные смеси. Здесь же дизайнеры могут разработать проект вашей квартиры, что позволит, не выходя из павильона, оценить сочетание цветов и рассчитать общую стоимость вашей покупки. Переходим на второй этаж. Для удобства здесь работает лифт. Представленный здесь ассортимент доказывает, что ремонт может быть недорогим и качественным одновременно. Сантехника, мебель для ванных комнат, ванны, душевые кабины, унитазы, раковины, биде, обои и оригинальные предметы интерьера. Все для ремонта и благоустройства вашего дома. Многие представляют компанию «Юрат» как электротехническую, что у нас продаются лампочки, люстры, провода. Мне бы хотелось немножко разрушить этот стереотип, потому что компания «Юрат» – это очень многопрофильная компания. У нас более 150 тысяч номинований продукции на сегодняшний момент. И каждый год этот ассортимент расширяется и растет. А буквально в этом году мы открыли салон модной сантехники, где самый изысканный покупатель может найти все самое необходимое, интересное, последние бренды, всех европейских компаний. Отдел модной сантехники, расположенный на третьем этаже, может утолить самые тонкие и изысканные вкусы покупателей. Дизайнерские новинки и модернизированная классика – все в одном месте. Ну а снять усталость и взвесить решения о покупках можно в специальной зоне отдыха для посетителей. Здесь все для вашего комфорта. Делайте покупки с умом, открывайте новые и создавайте свой стиль вместе с торговым домом «Юрат».